На канале Иришка Мими, на моем канале. Прежде чем я начну, не забудьте подписаться на канал, поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, лайк, ну и коммент в конце видео, конечно же. Общение это важно, ребята, не забывайте. Речь пойдет сегодня о выпадении шерсти у крыс, линьки. Ну, давайте начнем с самого простого. Крысы линяют, это нормально, так же как у людей выпадают волосы, у собак и других животных. Старая шерстка выпадает, новая вырастает. Чаще всего, вот я по своим крысам заметила, когда это бывает, вот весна, к весне и к зиме бывает, что они линяют, прям линят, прям ходят по кровати, погладишь их, и очень много шерсти остается после них. Это нормально, ничего страшного, в принципе, норм. Второй вариант, когда крыска линяет, знаете, как, вот как у нас у Локи был, шерсти, он прям вычесывал себя кулаками, выдирал из себя шерсть, и у него залысинки были. Мы тогда позвонили ротологу, объяснили ему ситуацию, почему. Мы рассказали ему все полностью, какой корм он ест, какой наполнитель, какие тряпочки, все мы описали, чтобы врач понял и, ну, смог сказать, на что может быть такая реакция. И врач нам сказал, что это может, может, почему так быть, почему так быть, почему так быть, почему-то я запуталась. Короче, либо у крысы грибок, либо аллергия на что-либо, на что-либо-либо. Что-то я себя не запуталась, простите меня. Ну, так вот, аллергия на еду, например, на корм, на человеческую еду, на, возможно, парфюм, вы вот пшикаетесь, в комнате пахнет духами, возможно, у крыски аллергия на это. Или вы стираете тряпочки каким-то порошком или мылом, возможно, на это аллергия. Или, может быть, даже от пыли крыска, ну, может быть, аллергия на пыль чихает, постоянно чешется раздражение, то вот. А грибок уже нужно, ну, вообще по-хорошему, не только вот аллергию как-то определить, а вообще по-хорошему нужно крысу отвезти к кротологу, он назначит анализы, вы сдаете анализы с крыс, как они берутся, я не знаю, но я думаю, что... Как это тут, может быть, какую-нибудь штучку скальпель снимают, нет? Ну, вы поняли, как-то, может, волос берут на анализ. Честно, не знаю, не спрашивайте меня, я не знаю, это предположение мое. Короче, ну, они берутся не больно, я так поняла. Как, короче, сказала, это быстро, очень легко, там за два дня или за один приходит анализ и уже назначают лечение. Если это грибок, там какой-то специальный препарат, то есть мазь или еще чего, таблетки, уколы, не знаю, потому что я поняла, что у моего крысука, у Локи была аллергия, мы поменяли, постирали все, и все прошло. У Мигелька все нормально, кстати. Если бы это был грибок у Локи, то грибок бы передался Мигелю, то есть это заразная штучка, поэтому я так и поняла, что у них не грибок, а аллергия на что-то. И я еще подумала, что аллергия, я давала эти подушечки от Little One, зеленые травяные подушечки, вот мы часто, ну, не я, Андрей, конечно же, он любит их подкармливать, баловать. Вот он давал каждый день травяную подушечку, и я решила, что возможно это на травяную подушечку. И еще мы тогда использовали кукурузный наполнитель, он у нас был с малиновыми гранулками такими, я думаю, может быть на малину вот этот запах. А Локи любят у нас в наполнителе лежать, поэтому, возможно, была аллергия на это. Я все это поменяла, я использую бумажный наполнитель, самый лучший для меня наполнитель, я его обожаю. Потом, ну, все, гамак все это перестирала, помыла, продезинфицировала клетку идеально, и все, через месяц вроде, ну, перестало вот это все выпадать в него. Что? Крысу отвезти к врачу, к ротологу, сдать анализы. Ну, если вы не можете или в вашем городе нет ротолога, то вы можете зайти на сайт Ротмании, там есть ротологи. Вы можете написать им, вы можете посмотреть номер, позвонить ротологу и связаться по телефону, описать всю ситуацию, вот как я позвонила, я описала, чем мы кормим, как он вообще, режим питания, где спит, какой наполнитель. Все вот это досконально расписали, ну, точнее, рассказали по телефону, и доктор уже сказал, на что может быть предположительно. От этого уже начали плясать, ага, я начала наблюдать так, вот это вот это наполнитель, до этого я использовала бумажный, сейчас кукурузный. Может быть на наполнитель, я его сменила, убрала. Всякие человеческую еду, лакомства перестала давать, потому что на корм никогда не было аллергии, и корм мы постоянно давали, это нормальный корм. Мы как бы перестали на этот момент давать что-либо, потому что нужно выявить причину, что аллергия, и аллергия это вообще. Все, поняли, и в принципе дальше помощь не понадобилась. Если бы это не сработало, то нам пришлось еще раз созвониться с врачом, назначить, мы бы вызвали его к себе домой, мы живем в Москве, у нас как бы с этим проще, можно врача вызвать домой, он возьмет анализы крыски, там анализы сделают, и он уже, врач нам бы сказал, какие лекарства нужно самим покупать. Потому что не врач покупает лекарства, а он говорит, что нужно покупать, вы покупаете, а потом врач, ну, как бы, либо говорит, как делать, если это мазь, то мажьте ту, там, один-два раза в день, если это какие-то уколы, то возможно, либо самим тоже колоть уколы, либо уже к врачу, потому что, не знаю, я бы сама, я ни разу не делала никому уколы, это же, это так странно. У меня мама тоже боится делать уколы, знаете, когда, ну, прописывают, врачи уколы делают в задницу, ну, там, в попу, простите, колоть, там, у меня у мамы и у папы друг другу всегда колят, когда, ну, заболели они как-то. Ну, я никогда не колола уколы, это так странно и страшно. Вот, что? Это вот вторая причина, это может быть просто падение волос в плане того, что меняется шерстка, старая шерсть на новую, и... А, и третий вариант, третий, второй вариант, это типа она либо аллергия, либо грибок, и получается уже четвертый вариант, что от старости. Крыска стареет, у нее уже в организме, в организме не получается столько витаминов, сколько нужно, от недостачи витаминов, возможно, у крыски выпадает шерстка, она уже так стареет, пришивить начинает, тоже может быть такое. Но я не врач, ребята, я не ротолка, я повторюсь, это все я читала в интернете, возможно, вы знаете, в интернете могут написать хрень, а может и нет. Я делюсь своим опытом, вот у меня была логика проблема, я вам рассказала эту проблему, и просто вам немножко даю подсказки. Вы можете также зайти в интернет, почитать много информации, вы можете позвонить врачу, узнать у врача, потому что я могу сказать одно, а на самом деле будет все иначе и неправильно. Если что, поправьте меня в комментариях, напишите, что ты не права, или напишите, что может быть еще я могла не дополнить к этому видео, поэтому имейте в виду. Да, мои красотки, ну и кстати тоже сейчас линяют у меня, и Локи, и Мигелька Гладишек, они вообще к лету шерстку меняют, сбрасывают свою старую шерстку на новую. Ну все, на этом видосик заканчивается, спасибо, что посмотрели, ставьте лайк, колокольчик, ну я уже в этом начале видео сказала, все, всем пока.